здравствуйте мои зрители если меня слышно будет вот покажу я вам сказочку сегодня раз выходной специально для ваты вот видно как подымается пар да вон там от воды вот наша вата верит сказки про дальневосточный гектар про то что есть где-то реки молочные с кисельными берегами но вот обратите внимание да чем не кисельные берега и что там будут значит на них там они получат свой гектар который им пути обещал там или кто димоныч он вам не димон что вот на этих кисельных берегах они станут миллионерами ну или хер знает кем там ну одним словом сбудется их мечта мечта вечная о халяве богатыми начнут кататься как сыр в масле что где-то будут какие-то негритосы тут на них калывать на золотых флисках или хер знает они будут там лежать ну не на печи ну где-то в в шинебельном каком-нибудь районе москвы или питера до коттеджном как говорится не на рублевке но рядом и получать вот дивиденды вот с этого всего ну я разочарую эту ёбнутую вату блять что никаких молочных рек кисельных берегов нет берега самый на и камень кирпич а это не кисель это лю что реки эти выходят из берегов течет них вода бывает чистая бывает отравленная как вот здесь продуктами обогащение олова меди там коземов которые выше по течению находится что даже рыба толком не водится что киты уже давно в этих реках нет потому что в этом году пиноиды бляди перекрыли устья амура и просто нагло там восемь километров за лист татарский перекрыли несколько рядов сетками вычерпали нахер всю киту которая шла на нерест в огромный несколько тысяч километров до 2000 километров с вверх у огромный бассейн амура остался практически ну если зашло процентов может 8-10 рыбы не больше остальную бездарно не пустили она сдохла там потому что у нее тоже как бы сроки поджимают идет как сказать биологический процесс этот и она стареет резко и плюс ей вода нужна чистая когда она идет они грязная вода лимана где она просто дохнет от недостатка кислорода а то что высокая температура ну вот и в общем ничего особенного нет тут что разочарую я эту вату смечтательно что все это халява к тому же эти реки периодически выходят из берегов подмывая берега меняют русло сметает все что стоит на пути ну он видно залом это вот дерево стояла вертикально все она уже падает то есть еще пару лет назад она была вертикально сейчас она вот в следующем году уйдет наверно по весне может подмоет если не зимой были у меня где-то съемки вот эти деревья ну старые я думал давно еще пять назад сюжета на канале и чтобы что-то получить надо повкалывать еще что тут морозы вот сегодня 25 градусов уже уже это мы такие закаленные можем ходить до 20 исторический минимум так сказать в ноябре уже двадцать пятка конкретная такая а летом тут бывает под сороковник жуткая жара комары полет на клещи от которых нет вакцин а ближайший фельдшерский пункт это хорошо вы в городе если вы где-нибудь за городом там надпись где-то у меня по походам я показывал до фельдшер ближайший поселок а поселок это 60 километров от того поселка где вообще них и ранее это только те места где есть дороги которые вам тоже не дадут что там есть дороги там все земли уже раз и там они уже кирпо там лихо заповеднички себе списали все уже а вам вам туда вот в горные и беня где лопата на штык не входит мерзлоты где в июне начинает почва тайм вот так вот ну и как бы было у меня желание показать то место которое в этом знаменитом клипе про дальневосточный гектар вот час по осени до прошло восемь месяцев что там получилось что там нихера не изменилось также лежит снег ну показывать не буду как бы ехать надо сейчас просто машина замерзнул товарищ стала много жрать и так дорогого бензина солярки ну бензиновая ноги поэтому автобусы стали ходить два раза реже чем летом вот так вот вот за вопрос если транс поэтому вот такая сказочка ну сейчас еще залом покажу сказочка в общем простая что 18 лет прожить вот с этими ублюдками и верить до сих пор то надо быть завершенным долбоебом просто которые там где города где инфраструктура они сносят все срывают асфальт уничтожают бляха скверики там садики которые люди сажали я помню сам сажал тополя яблоньки вот это все срывается чтобы сделать супермаркет какую-то еще херму который вообще нахер не нужно по причине отсутствия просто тупо денег у народа капиталистический кризис блин изобилия когда всего до хера купить нельзя вот полюбуйтесь вот такой вот вид да вот следы зайца тут уже собакой собаку там был провязать бегом с голодухи прибежал городу тайге особо жрать ничего вот такая сказочка вы не китайцы которые тут за шесть соток вот в этом году 9000 заплатили за участок это китайцы 25 рублей за гектар платят просто не на путина имеют компромат и прочих херни а вас тут будут сдрючивать здрачивать ну вы можете конечно да помечтать ищу были мечтатели с ваучерами тоже мечтали стать богатыми расхерачивались и социалистическую экономику все предприятия и теперь где они кто-то умер от разочарования кто-то мечтает по-прежнему и дети там внуки ну а тем реалистам которые понимают куда прикатилась страна ну как бы ясно но в целом конечно да красиво все но дороге дорогого стоит здесь все спасибо до свидания вот он дальневосточный гектар вот сейчас я занимаюсь правонарушениями сжигаю сушняк больной гнилой изъеденный короедами который убивает отравляет лес у костра у этого лесного вот такие дела ну и вот наблюдаю на свой бывший огород тоже незаконный потому что никаких бумаг я не оформлял взял просто тут посадил клубнику помидоры захотелось и вот что от него осталось то есть вот тут вот смыто тут было еще грядка это вот грядки были ландшафтные то есть еще ниже было тут метр где-то и там вот было еще практически вот до лежалого дерева все смыло часть смыло в прошлом году вот это уже подумала в этом вот такие дела вот что такое дальневосточный гектару черемуха все ее подумал она сгнила съели ее вредители ну и она как бы корни подумала все она пошла падать черемуха и вяз вот тут опять подмерзлая клубника я уже в одном году плюнул потому что подмывает все течение сюда пришлось мой пошел я греться 25 не шутки так что кто хочет халявы милости прошу давайте только уедете вы отсюда или останетесь вот в этой мерзлой земле и запах от воды кстати явно сливают что-то кислотой пахнет